Легенда древняя Иисус Христос был вознесён на крест И мёртв был вокруг полужин с древа И в третий день из мёртвых Он воскрес А если иду воскрес, и лечь и дышится Воскрес, нам говорит ребёнка взгляд Воистину нам дни не пичим, спешит сам Воистину воскрес, и ты твердяй Сегодня праздник ближнему и дальнему Пусть слышится под сводами небес Горячие приветствия пасхальные Христос воскрес, воистину воскрес Воистину воскрес, и лечь и дышится Воскрес, нам говорит ребёнка взгляд Воистину воскрес, и ты твердяй 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 легче дышится воскрес нам говорит ребенка взгляд воистину над пеньем плечем слышится воистину воскрес цветы твердят не выключая просто скажу где назад завьялова я был отец александр местный который приезжал на день беремен благословил меня на прощение златоуста в храме на литургии вот потом сам вона прям сказал что приехал брат виктор с потерявки вы не расходитесь воскресная школа будет и на гитаре он песни христианские споет баптийский он не говорил не значит не будет христианский но поют и баптийская просто он не слышал и вот одну там человек 17 было оля вот сестра моя вдовы в основном мужчин там было двое или трое еще вместе со мной вот и по трапезничали я говорю вас трапеза как у нас на пасху потеряете там бабушки все приносит сладкое соленое кисло все весь ассортимент ну батюшки все-таки стараются и потом батюшка говорит я не готов там же мощи матроны привозили они с мощами когда им готовить игру батюшка давайте толкование почитаем а читалось евангельское чтение помните самарянка и блаженную фифилакту я ему первый том показывал да благословите с богом я сажусь и получилось целый час то есть я читал до евангелие блаженную фифилакту толкование еще комментировал на наше время там про украину все сказал что там златоуста вспомнил и так благословенно все получилось а потом песни целый час наверное песен 10 я спел так некоторые на бис бабушка вот это вот о голгофе баптистке они ни разу не слышали а там дети воскресная школа там помещение то побольше это и вот через стенку и они пришли диктофоны на стол и записаны да еще и хлоп я вспомнил слова златоуста мне как не нужны ваши рукоплескания мне нужно чтобы вы жили по западе боже мы справились но это же мирское но они сами такие раз он был потеряевки он прям потеряевки меня пригласил потеряевки с благословения концерт смотрел внимательно и все слушал вот так глаза открыл остальные там кто дремал кто ну может иисусу молитву читали я не знаю но он так вот во все во все услышания слушал и он потом подошел после концерта и говорит виктор с гитары приезжайте я говорю батюшка я на мотоцикле то я неудобно вы там найдите он нашел причем струны мягкие до того и сам вона прям говорит вот виктор я нашел ну когда кресту подходить там я нашел гитару а там сестры так это тоже пожелали это он же рассказал им видно а раньше то который тебя завяло там притеснял так он и есть он и говорил мы американцы стоят говорит в поясах американские шпионы я горит милицию будут а чё я там не дебоширы никого не бил мне книги я там храме не раздавал причем то как ты думаешь что на него повлияло повлияло но здесь а бог бог конечно дух святый но здесь батюшка свою роль сыграл батюшка мудрый епископ сыграл раз он благословил тут все но это бог так делает понимаешь кто повлиял бог первую очередь 2 батюшка третья сестра ольга 4 молитвы ваши что ольга там живет я говорю оль ты стараешься быстрее продать ну она к родителям они уже слабые немощны а я говорю может богу угодно что ты там работала и со священником маленько и мы его подвигнули ну чтобы он златоуста там читал и он говорит вот надо постоянно теперь читать то там не знал мы не знали так что постоянно чтение вот это златоуста и занятия надо проводить и энергично проводить то чтобы не спали а то читали но них бытия начали это тоже радует конечно бытия там исход и лопухина читают многие сидят как лопухи и спят я говорю батюшка как это применимо а что именно ну вот мы прочитали сейчас исход евреев из египта как нам там я когда он был еще в конце марта на занятии ну и он дает мне слово сказать немножко а потом когда мы сидели на трапезе то он говорит а вы читаете апостола да говорю ну я в следующий раз в августе приеду даст бог расскажу как мы я рассказал что куда мы поедем но или уже там сказал да да я говорю знаю будем молиться то есть там сестры тоже будут молиться в основном сестричество братства мало вы знаете что это проблема как она тихо не говорит не не люблю слово но везде это такая правда что бабушки особенно вдове особенно те которые свободные более всего в церкви посещали 6 7 день посвящает господу он все время самона говорит вы не спешите куда-то уходить день воскресный это господа посвятить сейчас помолились пойдемте библию читать я горит насилия никого не затяну это каждого вашего как говорится произволение вот тут он так довольно ревностно говорит в этом плане ну надо чтобы теперь он крестился родился свыше геннадия фаста то я привез вот эту книжечку бачка вам давал зачитать и вот он прочитал и самона говорит я понял что я не крещеный но дальше то что ну непонятно дальше то следующий шаг батюшка в шутку наш говорит ну пусть приезжает а надо спросить со благословения епископа да епископ сам не крещеный как у лескова не крещеный поп его кто рассказ читал это его повезли там а там буря была и не стали еще маленький был ну и стали там выдумывать что вот снежинка попала все ладно а он такой батюшка замечательно оказалось не крещеный то что лесков откуда брал это же действительность через жизни конечно его думал уже не фантастика была так и здесь не крещеный батюшка говорит что если он только епископ он все сразу зарубит но это считать что а мы не крещеный тогда надо скажи все да ты сам должен решать ты рожденный свыше или нет причем тут епископ ну вот так помолитесь отец александр всех кого крестил сам уже дать настоящий еще сколько он лет десять наверное сколько я там изредка бывал и так на сердце братья сестры тяжело но с мертвецами возится ну тоже все вы знаете да смотришь люди неверующие совсем а тут он после потеряевки как приехал еще что сам он обличил то он он не перечистый но читает там антония сурожского там какой-то из шевкунов или как тоже ну хорошее поучение но и тут он что-то вставляет свое и говорит вот встретил трех девушек которые сказали в храм вне где-то на улице не пойдем а почему а там нас толкнули какая-то бабушка грубо поступила это со свечкой связано и он так бабушка ты знаешь вы знаете каком я говорю пак пока эти чтобы этого не было теперь человека мол сюда не затащить никак пусть даже брюках заходят господь говорит мерзость пред богом чё же против воли божией то идешь не отталкивайте никого ну ну такой любви а так подвижки конечно в том плане что хоть библию стали что он не стесняется признается что я горит ее не прочитал ну и прихожане такие же давайте хоть мы бытия и до откровения прочитала вот так вот такая вот радостная новость ну как раньше это было это не сравнить то есть я был для него как сектант мы приехали туда в завяло я же там объявление расклеил игнать тихонич сколько лет года три-четыре назад там были вот и он там и говорю вот сектанты приехали все не ходите туда навстречу а все равно люди пошли которые сильно к ним не привязаны я сейчас не помню человек 20 было не в клубе в клубе нам они сами прихожанки они разрешили ну колокол нам для солнечный день на природе он у сестры потом прощения просил и говорит у вашего брата меня не было чтобы перед прихожанами серёж может все-таки занятия не начались еще нет мы весь песни пели под гитару давайте давай я послеваю молились уже давайте потом подключусь держи молились господи мы просим того благословения христос христос сверху смех поправ и сущим во грабе живу дарова ты единый наш учитель господь иисус христос а мы твои ученики учи нас тебе слава за все отец сын и святой дух аминь 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 религиозно талантливо а хочешь поезжать начали я люблю я люблю я люблю прочитаем предыдущие стихи предыдущего занятия не готов а почему не на проводе то чего ради итак возлюбленные бег убегайте идолослужения я говорю вам как рассудительным сами рассудите о том что говорю чаша благословения которую благословляем не если при общении крови христовой хлеб который преломляем не если при общении тела христова один хлеб и мы многие одно тело ибо все причащаемся от одного хлеба вот эти стихи мы разобрали на предыдущем занятии сегодняшний стих восемнадцатый первого послания апостола павла коринфянам десятая глава посмотрите на израиля по плоти те которые едят жертвы не участники ли жертвенника такой вопрос в восемнадцатом стихе задает апостол павел вот сразу пояснение хотел дать вопрос стоите неоднократно мне задают как при счастье часто или редко мнение святых отцов расходится одни говорят так другие так тем более если уже святые отцы сказали а дело на практике отстоит иначе вот я бы с народом не общался в интернете не был я многого бы не знал в интернете видишь раньше я письмо направил кому оно дошло и сгинуло ну у меня еще ладно я письма переплетал приходили люди читали письма а теперь я даю и заходят и они все это могут читать моя переписка то где открывается я сам если выставляю то и вот у нас были священники 11 мая 2014 года потеряевки шесть священников и диакона патриархии по благословению конечно патриарха и местного епископа это всегда так там это ничего поехали совершали вместе литургию служили сказать ничего никто не может но увидели что причащаются не все а причащается ребенок буквально сумасшедшие слова как поперли да это какая церковь это что то есть не то что служба литургия нет а у него чаще причащаться это я знаю где татунская епархия она этим болеет я встречался с их священниками ну ладно но если так и так у нас не все пост только прошел пасхальные дни идут ну а почему бунтуешь то я не пойму почему ты меня сразу возненавидел то тем более я вообще не участвую в этом деле никак смотрел передачу ну ты видел все согласен да согласен вспоминает патриарх и кирилла да ну ты доставай он все забыл мгновенно а почему не все причащались они сумасшедшие бешеные которые причащаются сейчас то я убедился они бесноватыми делаются они где то что то лазят в монастырях там иконы протирать во время службы до потолка лезут друг с другом хватаются почему это не опубликовано нигде никогда не говорят я это видел когда есть звуки пещерская лавра везде я видел своими глазами что они делают как причащаешься мы были в одессе там группа евреев пришла православие ну и натолкнулись на такого там было Андрей у них вот недавно и он он умер и он а тот по-другому был там наши сестры там Арана это группа евреев им показали Иисусу молитву им еще не надо служба идет он теребит лестоку стоит и он не бит причащаться каждый день говорит там живьем на нее болезут хоть за ноги стаскивают ну причастили вчера только сегодня опять и мне дыхать дыхнуть негде каждый день должен их исповедовать а он что подумал а я об этом Исааке подумал так об арабе сказал так вот в прошлый раз я тоже самое говорила сейчас у меня время за свое есть или нет ну ты же духовник ты же согласился они уже заели а дальше начинается такое с ними начинаешь беседовать он ничего не слышит ни на один вопрос отвечать не может я с ними стал беседовать я гляжу а они выхолоченные да как же причащаетесь а они положили в основу причастия а этого нигде в писании нету о том что это тело крестово дает жизнь а в одном месте однажды сказано и сказано просто в контексте а что в основании положу Павел говорит я положил основание 15 глава 3 стих 1 послание коринфянам и никто другого положить не может какое Иисус Христос нет причастия причем батюшка их привязал это священники все это сделали это попсовские бредни вот архипелаг ГУЛАК Солженицын говорит почему эти органы МКВД арестовывали потому что он устроился ничего не делает повышенная зарплата в 35 лет идти на пенсию ему все время надо показывать ищет врагов народа и органы надо раздувать потому что родился сын дядя племянник надо всех устроить где Абрам там и старый секретарь он будет ему непрерывно надо искать врагов и показывать так этим им непрерывно нужно исповедовать а исповедовать как священник священников мало надо еще нам нужно вот штат был сколько священников два сколько сейчас 15 я понимаю откуда это никогда это не кончится а сколько там уже одного за глаза потому что ничего не делает если бы у него было как у свидетелей его так называемая секта каждый священник должен иметь в течение месяца одного не менее 70 встреч да он за жизни столько не имел ни где-то на квартире он должен посетить он должен на улице кого-то встретить вот мы сейчас сходили Татьяна ее нет сегодня но мы посетили Александру Ивановну Чернявскую только вышли идем где идут женщины одеты так в юбках я говорю это свидетели И правда они на нас свернули увидели нас а мы с ними и стали говорить она говорит я слушаю слушаю что оказывается Христос родился на земле я узнаю от нее и оказывается Христос любит нас она мне все это говорит а их снегтанток никогда не интересует не интересует собеседник ей нужно свой статус повысить она сейчас в стадии пионера потом у нас сержантом будет потом будет полковником потом генералом они устроили себе там иерархию и ей надо кого-то обратить сноп один в руках нести и она на меня замахнулась я говорю у вас библия может с собой есть как они обе обрадовались сумку есть вытаскивает книгу я посмотрел так это не библия это какая-то книжка нет это библия я говорю он называется новый всемирный перевод да 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 а кто переводил не могут назвать я говорю их по именам знает всех начал им говорить таких пятерых взяли, на них подали в суд. Пятеро не могли ни одного слова и резкого перевести. Шестой переводчик некоторые слова знает, а предложение ни одного не мог. Как же они переводили-то? Они взяли Библию, смотрели, и полностью переделали под свое учение. Прямо написано. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Открою. Они пишут, вначале было слово. И каждое слово может быть Богом, с маленькой буквы, которая мы говорим. Я говорю, откуда вы взяли такое, ну так написано? Да где же так написано, когда логос, логос написано, логос с большой буквы, с артиклем. Это все знают, даже Лев Толстой не менял, а так он слово разум подставлял. Вместо слова разум. Но действительно в словаре это есть слово. А какой разум? Лев Толстого задают, а какой разум-то Богом является? Какой? Ну есть человек цивилизованный, есть ищисток, а есть комщидал, который голодную неделю, а потом кита убил и убил, и давлевотенный жрет. У него тоже разум есть? И он Бог. Но? Не знаю. Тебе-то дальше открывая какие места, ни одного места нет, чтобы переведено было правильно. Теперь я говорю, давайте откроем. И я первый, я открыли, и три свидетельства на меня. Вот у тебя три пассажа. Я говорю, три. И они не могут, я говорю, три. Я их затертым этим-то. И они уже не рады. Мы не знаем, да. Одна, видно, уже похудевшая дух святой, вообще не принимает. А другая, да, слушает. Слушает, и я говорю, вас уже полностью, полностью протравили, как попы своих прихожанок. И они ничего не... Она не слышит. Я говорю, читай. Она прочитать не может. А эта слушает. И на толтуле же мы на них. И начали свидетельствовать. Свидетели моего вы этим. Да она, я пишу на работу. Так она работает, и по квартирам пошла. Какая у тебя работа-то? Стой, слушай. Считает. Я шапку снял. Ну, эту, фуражку. Опять. Холодно же. Я говорю, духу, от Библии открыта. И произносится слово Бог. И благоговея перед моим создателем я снимаю головной убор. Так делал Исаак Ньютон. Маленько поглядя, я сам его достану. Прочитаю. Я гляжу, некоторые стихов вообще нету. Порядок в Библии другой. Ну, такое есть. Ничего нету. Совершенно. Ну, хоть как-то люди узнают Бога. Вот через нас узнают. Я говорю, что вы узнаете? Дайте Бог. Бог есть. И вы пошли от Него. Вы же к себе Его затягиваете. Вы море и сушу обходите и делаете сынами гиенными, двое худшими вас. Куда вы их приведете-то? Дальше начинаем говорить, у них сплошь и рядом все заблуждение-то. А это слушают, ну, а как же так? Да так. И они оба заторопились куда-то, заторопились. Как наших священников все торопились. Куда из дороги. И вот причастие. Речь речь идет о причастие. Как причастие? Когда? Сколько? И которые часто причастие-то? Чего они сатанеют-то? Посмотрел нашу ролик, встречи, служат священники, они в алтаре все причастияются, но тут не все. Ну, он бы сказал, у вас что-то не все причастияются. Он никаких, он сразу бросился, вот сразу видно, что вы еретики, вы такие, а вот такое-то сказал, а кто сказал там, и святых отцов, он других-то не приводит. Он говорит даже и не об этом совсем, а ему и возражать нечего. Видно, что тяжко больной, поврежденный умом человек говорит. А для них он патриот. Главное, чаще исповедуется, чаще причащается. Если они так сатанеют от частого причащения, значит, наша позиция правильная. Четыре раза в посту, максимум пять. На День Ангела. Все. Остальное время ты подготавливайся. А это только рот развивает, успевает, и ничего нет. Так вот, я все сказал. Что нам говорит Северфилат Болгарский на этот стих? Четыре раза в год. Не в посту, а в год. В год, в год. Из самого простого примера научитесь, что совершаемое вами есть общение с идолами. Ну, апостол Павел обращается к Алифинам, упрекая их выдало служение, в участии, выдало жертвенам. Поэтому вся глава практически этому и посвящена. И он говорит об этом. Из самого простого примера научитесь, что совершаемое вами есть общение с идолами. Сказал Израиля по плоти, а почему он так сказал Израиль по плоти? Потому что христиане суть по духу, а не по плоти уже. Они по закону жили. Они жили по закону, поэтому обращаются к ним, говорят не только израиль по плоти, по родственному кровному. Сказал Израиль по плоти, потому что христиане суть по духу. Примечаясь и ей, не сказала бы у деев, что они общники Богу, но участники жертвенника. Да. Они не были участниками, как бы, почему, разве они не были участниками через эту жертву? Они говорили, мы дети Авраама, дети Авраама. Они имеют кровное родство по линии, апостол Павел как раз и показывает, и не в этом дело, не тот иудей, а кто по духу таков. Они были участниками жертвенника, и посвящаемое Богу возлагалось на жертвенник и сжигалось. Но о теле Христовом выразился иначе. Общение тела Христова есть. Общение тела Христова есть. Ибо мы становимся не участниками жертвенника, но общниками самого Бога. И опасаясь же, дабы слушатели не пришли к той мысли, что как Бог, принимающий жертву у иудеев, мог вредить, так и идолы, принимающие жертву у язычников, могут вредить неприносящим жертвы. Присовокупил следующий стих, 19-й. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное значит что-нибудь? И ответ каков? Ну, толкование на этот стих. Я отвращаю вас от идолов не потому, будто они имеют силу делать вред или пользу, ибо они решительно ничто, но потому, что принимая им, приносимая им жертва не идет к вашему владыке. И посему продолжает. Нет. Вопрос, еще повторяю этот вопрос. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Эти слова никогда язычники простить не могли христианам. им же предлагали 500 божеств в римском пантеоне. Представьте, под нишу специально написали Иисус Христос. Поклоняйтесь, когда наши праздники, вы им поклонитесь. У меня это было сплошное. А они сказали, вот все, 500, это все бесы. Бесы и Марс, по-твоему, Марс, бесы и Венера. Да, это-то блудец, это вообще шалашовка подзаборная. Ой-ой-ой, ну тут они захватили их тогда. И что интересно, все 500 божеств исчезли, сгинули, ну единственное, которое славит, это венерическую, Венеру сказать, венерическими болезнями прославляют. Вот и все, больше ничего нету. Ну и, конечно, пожиратель трупов, Марс, бог войны. Вот он сейчас на Украине питается, упивается, жиреет. Итак, не прибегайте к врагам своего владыки с большой буквы, ибо если бы ты оставил трапезу царскую и перешел к трапезе осужденных, то без сомнения погрешил бы не потому, будто она повредила тебе или принесла пользу, но потому, что поступок твой показался бы оскорблением для трапезы царской. Ибо если причащающиеся таинственной трапезе становятся общниками со Христом, то участвующие в бесовской трапезе очевидно бывают в общении с бесами. Следующий стих «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Толкование «В виде увещания сказал, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, чтобы этого увещания не оставили без внимания, теперь ту же мысль выражает в форме отрицательной. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». То есть одновременно и то, и другое. Одними именами доказывают, что от идола жертвенного необходимо удерживаться. Вот без поповцы и чаша бесовская это все относится к православной церкви. Там куление бесконечное без поповцы православные. Ну если нет благодати по этому. Какая там благодать? Вот вы прощищаетесь и говорят прости Господи я слова повторяю. Это пища демонов. На причастие. Это кто? Говорят православное бывшее? Это все реформа Никона подбегнула туда. Тогда не было этих хуленей. сейчас это беспоповцы. Беспоповцы разные там поморские их назвали 50 назвали. Неужели мы решимся раздражать Господа? Какие вопросы задают? Вопрос и сам же отвечает. Вопрос задают и сам отвечает. Какая интересная у него беседа с Каринтиным. Он как будто вот здесь видит их перед собой и так любит их и печется о их спасении и неоднократно повторяет одну и ту же мысль с разных сторон ее. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Толкование. Говорит это вукоризну им. Неужели нам испытывать и раздражать Бога может ли Он наказывать нас, когда мы переходим на сторону врагов Его? Потом, дабы показать всю нелепость их поведения, говорит, разве мы сильнее Его? Напоминаю им весьма резкое изречение. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. Таразаконие 32, 21. Чем суетными? Вот здесь вопрос у меня возник. Читай вот. Чем суетными? Еще это Таразаконие 32, глава, 21 стих. Они раздражили меня, с большой буквы Господь говорит, раздражили меня, не Богом, суетными своими и огорчили меня. Суетными. А есть прилагательное определяемого, существительного нету. Чем суетными? Делами. Делами, делами. Наши дела посветные. А суетные дела мы то уж как совершаем тоже подобно. Суетимся, осуетились и забываем приходить на богослужение, особенно в субботу. Не раздражаем не у Бога. И мы говорили в прошлый раз, что может быть идолами. Вот коринфянам-то мы сейчас говорили про коринфян, давайте вернемся к нам, потому что Слово Божие, оно живое и действенное во все времена. И это послание написано не только коринфянам, но и к нам написано. Мы должны его применить себе в своей жизни. Мы в прошлый раз говорили о том, что идолом может быть что угодно. Собственно я, дети, муж, жена, дача. Вот эти суетные наши все заботы и дела и мысли. Ну а раздражаем мы этим Господом? Огорчаем мы его? Огорчаем конечно. Виктор Владимирович. Да, Дубина Степановна. А вот как раз об этой суетности я как-то когда с мамой долго же она у меня лежала, пять лет, и когда она уже перед смертью и я говорю мам ты ешь а то ты вот с голоду умрешь она уже отказалась от пищи она говорит Люда это так не важно это так не важно о чем ты говоришь так смотрю на нее а потом уже когда вот она полтора месяца не ела а потом я уже когда она умерла я поняла она уже в другом была состоянии в другом мире и она важности в еде не видела вообще считалось что это и умру я это непринятие пищи это так не важно что она знала что-то важное что это для нее жизни для человека важное поэтому мы все делаем для пищи для тела для для чего-то там для дома а это все не важно а самое важное мы упускаем в жизни и вот эта суетность наша я не могу признать своих родителей глубоко верующими до того как мама была окрещена ее тут уже конечно много слышали и принимала участие в жизни нашей общины но у нас часто повторялась такая фраза в семье живем то мы только на себя да в себя на себя да в себя одеться и поесть одеться да поесть то есть они понимали суетность этой жизни нашей земной хороший стих мне очень нравится следующий стих 23 стих все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но не все назидает толкование на этот стих дабы кто не возразил я ем с чистой совестью и потому имею право так делать говорить нет все тебе позволительно поскольку Бог сотворил тебя свободным чтобы есть идол жертвенное это не совсем для тебя полезно ибо постоянно участвуя в трапезах идольских ты шаг за шагом получишь расположение к самим идолам поведение как и прежде я говорил не полезно ни для тебя ни для брата твоего ибо оно не назидает его а скорее расстраивает и извращает веру его если же нет пользы ни тебе ни брату твоему то для чего тебе делать это такое толкование на этот стих здесь у меня возникает такая ассоциация с этим местом сатана настолько мудрый и он настолько знает нашу человеческую немощь и нашу человеческую природу он знает как подготовить наше сознание общественное мнение так называемое и вот это к печати это постепенно нас ведет к этой печати в начале что это было изображение какие-то отдаленные потом на на майке на каких-то на какой-то одежде теперь тату это вот все постоянно то есть постоянно это все хорошо это нужно это удобно это стильно это всеми принято давайте все так будем делать так же и в отношении того что мы скоро будем вообще связаны этими карточками этой системой платежной единой да удобно пришел никаких тебе денег ничего не очень я раз черпнул твою карточку по какому-то прибору считали и все куда сколько там улетело поди знай потом докажи это постоянное постепенное приближение к тому чего хочется достигнуть своей цели поставленной а цель у него одна погубить как можно больше душ человеческих и влечь с собой ладские капучины так же и в нашей общине вот есть такие моменты когда вот как бы постепенное вот то что свобода заданная нам что ходите в храмы куда хотите да вот когда нет батюшки нету здесь вот богослужения можно пойти в другой храм постепенно постепенно привыкает люди к другому обществу к другому к свободе так называемой где никто с тебя не просит как ты пришел зачем ты пришел что ты хочешь тут сделать с кем ты хочешь пообщаться и уже не нужно тебе общение со своими братьями и сестрами не нужны тебе эти нравоучительные беседы эти проповеди не нужны пришел отстоял проглотил и пошел дальше да поэтому вопрос можно добавить после прошлого занятия вот этот именно вопрос почему мы к этому подошли а вот эта свобода что пойдите туда походите побудьте там посмотрите и вот это постепенно помаленько оно действительно в самом деле так и я вспомнила а вот в плане Далеса именно так и было что он говорит да дайте им свободу и в этой свободе они сами захлебнутся и у нас так и получилось дайте им свободу ну пусть они сходят туда там послужат там потом уже потом уже изречения такие да там так же как и у нас все так же начали сравнить вроде как да все одинаково нет не одинаково и вот эта свобода это еще Далиста вон что писал такая марсистская философия это учила у нас как что есть такое свобода какое определение кто помнит свобода есть осознанная необходимость а необходимость какая у нас необходимость спасения души нашей и когда ты от этой свободы будешь отталкиваться тогда будешь принимать и все наручения и не будешь адвокацию за кого-то кто не хочет исправляться свобода есть осознанная необходимость необходимо это исполнять почему потому что есть закон потому что есть устав потому что есть какие-то обязанности друг перед другом. Свобода в Иисусе Христе. Это дар Божий. Да. Свобода только одна в Иисусе Христе. Ну, а Далис-то что имел в виду? Какую свободу? Греховную дать. Все дозволенность. Правильно? Это скорее разрушить, быстрее подвести печать Антихриста. Развратить. Мы всегда должны помнить, чтобы там не думали в кулуарах, будет все так, как Господь сделает. Поэтому те люди, только они, как говорится, марионетки в промысле Божьем. Понимаете? А мы рабы Господни. У нас иной статус. Рабы. А вот для людей мира сего рабы это ужасно слышать. Как это рабы? Я не раб. Раб, работник, один тот же корень. Рабочий. То есть он понимает так, что это все ущемление моих прав. Вот я хочу так жить. Так а ты живешь во грехе уже. Какая у тебя свобода? Греховная. А именно свобода во Христе. Так, святые отцы толкуют. Первые слова, которые учили в ликбезе, когда после совершенного переворота в России. Мы не рабы, рабы. А вот как раз стали рабами. А как раз рабы. Рабы 100 грамм. Рабы юбки. Рабы других грехов табака. Такого диктатора Господь посадил, что надо еще поискать. Его и не было, и не будет. Но только антихрист будет. Это только как бы предтеча Сталин. Конечно. Нина. Можно о рабстве сказать. Вот на своем примере. Когда я готовилась к крещению, пришла к Ольге у Нагаевой. Например, она мне шила одежду на крещение. И когда стали примерять, а я была раба косметики. Я только утром вставала, и мне в первую очередь надо было, пока меня еще никто не видел, сделать себе туалет. Макияж. Нарисовать себя. Нарисовать. Все. Ну, тогда так не было, так сейчас. Было скромнее значительно. Но для меня этого было достаточно. Брови подвести, ресницы подкрасить, и подмазать, чтобы Витя встал, чтобы там кто меня увидел, чтобы я уже была вот, вся красивая. На штукатуре, наверное. Да. Зашпатлеванная. И когда Ольге пришла, к тому времени я уже все смыла, но реснички у меня были подкрашены, и маленько-маленько брови подведены. Прямо вот едва заметно. И когда она делала примерку и говорит, так у вас большое препятствие к окрещению. У меня все внутри похолодело. Как? Она говорит, так вы же накрашенные. Я говорю, да чуть-чуть только. Нет. Нет. Она говорит, так оброви, ресницы. Я говорю, ну и что? Я когда пришла домой, у меня это все в ушах звучало, что у меня будут препятствия к окрещению. Я этого страшно боялась. Я сразу все сгребла. И вспомнились мне слова Игоря Третьякова, что мы рабы греха. Мы ходили на занятия и часто с ним возвращались, вместе ездили. И он мне все рассказывал, что это такое рабство. Рабство это греху, подчинение греху. Мы не можем отстать от своих привычек, от своих страстей. И вот он мне все это рассказывал, рассказывал. И вдруг до меня это так, вот Ольга мне вразумела, вот это что. Я сразу все согревала, всю свою косметику, и все выбросила. И мне действительно на крещении почти что было это препятствие. Вот еще диалектический закон, данный Богом априори, то есть изначально, единство и борьба противоположность. Он существует в каждый миг. В каждый миг. И поэтому мы, христиане, так как и язычники, одинаково свободны и одинаково рабы. То есть одновременно причем. Вот она единственная борьба противоположная. Скажется, как можно быть свободным и рабом? А вот можно. И иначе не может быть, потому что так Бог сделал. Либо ты раб греха и свободен во Христе, либо ты... Нет, наоборот. Либо ты раб греха и свободен от праведности, либо ты раб Христа, и тогда ты свободен от греха. То есть одновременно мы можем быть и рабами, и третьего просто не дано. И вот это нужно признать, этот закон, он изначально дан Богом, и просто можно подчиняться Ему. А вне закона мы здесь уже никак не можем и существовать. Брат, наверное, что-то хочется сказать. Отяжелел? Так, еще у кого есть что сказать? Надежда Ивановна? Вопрос? Что-то вопросов сегодня нет от вас. У меня сегодня что-то... Наверное, эти, как они, батарейки сели. Батарейки сели. Подключись к сети. Через зарядное устройство. Хороший стих. Мне всегда нравится его цитировать, когда я разговариваю с людьми, беседую. Вот это все мне позволительно. Даже вот сын у меня теперь... Вот раз он увидел, раз в уставе лагеря не было принято, что в шортах нельзя сидеть за столом и ходить в шортах. Это, помню, этот был... Первый я вышел... из этих... Уехали на Францию. Старший... Стас у них, да? Стас. Стас, да. Нет, не Стас. Стас, да. Костя. Костя старший. А, Стас... Малютины. Малютины. Второй, да. Малютины. Вот он был в этих шортах. Ему сделали замечание. Говорит, а в уставе нету этого? Ну, пришлось с этим согласиться. Да, говорили. Да. И вот теперь у меня сын тоже на молитву встает и в этих шортах мне... Ну, что ты сделаешь? Я говорю, не только остается привести ему вот этот стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Потому что ты, кроме того, соблазняешь еще других. И зять следом тоже самое делаешь. А как о благочестии тогда? Пусть, если даже в уставе не записано, а как тогда относиться к благочестию? Это куда отбросить? Ну, ты уже высший пилотаж. Тут уже глупо, вопросы стоят. У меня вот свидетели, что раньше мы проводили занятия три раза в неделю по два часа. А сейчас некоторые один раз в году не бывает на занятиях. Ну и какой результат? Да никакой. Фальшивую веру придумали себе. Я счастливусь, а найду истинную веру, истинное освещение. Он меня будет исправить, потому что сейчас. Да, да, да. Вот такое емкое слово. Да, да. Так, вперед, проходите, вот туда. Еще раз, я вам стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. То есть, каждое наше действие, наше слово, наши мысли, они должны назидать того, с кем мы имеем общение. Вот тогда будет правильное наше поведение. Если не назидает, стало быть, наше поведение, наши мысли, наши действия. Вот как Люда говорит, а все остальное неважно. Если оно не назидает, все остальное неважно. Какая любовь тогда объяснить? Разве я привела неправильно? Какая любовь? Любовь к чему? Если как Христу, как Христу любовь, тогда это другое дело. Тогда опять ты будешь бояться сделать суетное. Почему написано «Любовь назидает»? Не просто так же? Не просто. Не просто, разумеется. Ты его держишь. Отвечай, отвечай, отвечай. Хорошо. Нет, я просто к слову скажу. Любовь назидает. Ты любовь назидает? А почему она назидает? А потому что, если человек хочет, один человек хочет дать другому человеку какие-то, ну как сказать, что-то полезное передать, если он говорит ему с любовью, тогда этот человек назидается. А если он хочет его чему-то научить и говорит это с раздражением или со злобой, то никакого назидания быть не может. Нина, откуда ты взяла это толкование? Объясни. Нина, сейчас говори. Нет, но от толкования нет. Ну и написано, что любовь это исполнение закона. Если ты исполняешь закон и назидаешь в рамках закона... Делами. Да, не только. Любовь это пустое слово само по себе. Оно пустое слово, если ты не исполняешь закон. Любовь не пустое слово. Нет, если я ставлю условия. Если не исполняешь закона, то любовь это... Какая любовь-то? Это уже любовь. Оно только... Любвизм. Любвизм, да. Сделай любовь без дела. Или какое-то лицемерное может быть, потому что нет исполнения закона. А без исполнения закона не угодить никому. Богу. Бог есть любовь написано. Можно? Да. Бог есть любовь. Это не может быть пустое слово. Оно по существу изначально не может быть пустое, потому что Бог есть любовь. Это совокупность совершенства. Это вершина вообще всего, что может быть в мире. Любовь. А еще? Людмила Степановна. Бог-то совершенства. Наверное, сильное. Бог совершенства. Поэтому мы должны стремиться к совершенству Божьему. А Бог нам для того, чтобы мы были совершенными, дал заповеди. И сказал, если кто соблюдит заповеди мои, тот кто? Тот мой ученик. Кто соблюдает заповеди? Тот мне послужит. Правильно? Так что мы люди несовершенные, и мы должны исполнять заповеди. Это заповеди Божьи. А если ты говоришь о любви и с назиданием к человеку, я вот подошла и ей говорю, я не буду от себя говорить, а я буду сказать, Люба, Любовь Николаевна, вы нарушаете заповедь вот тут-то, тут-то. А она, если верующая, она скажет, спаси Христос тебя. Я тебя поняла. А в чем я нарушаю? Объясни. Я ей просто объясняю. Я не злоблюсь, я о ней забочусь. Вот это Любовь, проявление Любови. Я ее обличила, но она как верующая, она приняла. И говорит, а ты мне покажи, на чем я это тут, здесь эту заповедь нарушила. Я ей показала, допустим. Или она ко мне так подошла, мне объяснила. Да, и Аминь скажу. И спаси Христос тебя. И как Игнатий говорит всегда, ручку поцелуйте за обличение такое. Вот это Любовь твоя ко мне и ее ко мне, допустим. То есть ты, можно? Да. То есть ты, ты стала с человеком разговаривать так, как заповедал Христос. Относитесь к другому так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Никто не хочет, чтобы на него кричали, или как-то там зло, или раздражались. Или еще хуже, насмехались. Да. Это вообще страшное дело. Потому что насмешка, это вызывает самую сильную, бурную реакцию отторжения. Никогда никто не назидаться не будет, если ты говоришь с человеком, насмехаясь над ним, раздражаясь. Никогда не будет назидаться. Я поняла, ты ситуацию описываешь вот такую, допустим. А когда этот человек надо мной насмехался, и потом, потом насмехаясь, я ему говорю, а он мне говорит, нет, я вот такой-то. Понимаешь? Он стал насмехаться. Вы услышали только конец того, о чем мы с ним разговариваем. Понимаешь? Ситуация здесь совсем другая. Подожди, я не закончил здесь. Ты помнишь, последнее слово Жереса Ваала, пророка Ильи, какое было? Я Новый Завет, Ветхий Завет, неважно знаю. Я приводил до того, что... Ну, это то, рассуждения такие неважные есть. Ветхий Завет, оно неважно. И в Новом плавает. Ну, вы повторите мне... Я повторяю. Перед ним было не два человека. 450 до 400 дубравных. И сколько получается? 80 тысяч. И последнее слово какое он им говорил? Они колят себя, скачут, Вааля, услышь нас. По-славянски говорят, не Ваала, Вааля. Пивущий язык, старком на славянске. И он говорит, кричите громче. Может, Бог ваш в пути? А может, заснул под деревом где-то? Это не насмешка? Это Ветхий Завет. А какая разница? Нольшая разница. Обожди. Не, мы путаем такие вещи вообще. Есть и Ветхий Завет. Ну, ладно, ладно, ладно. Кто мутает, Надя? В Новом Завете как образец апостол Павел. И вот перед ним человек, которого он, так сказать, миссионерит, как говорит Андрей Кураев. И вдруг находится рядом человек и начинает противиться ему. Апостол Павел, вот с вашей стороны, если рассуждать, он не Ветхозаветник, он уже апостол, он не Савл, Павел. И он говорит ему, доколе ты будешь враг всякой правды, сын дьявола, это покрепче, чем Илья сказал. Доколе будешь совращать прямых путей Господних. Да не закончил этим, вот у тебя рука в Господне. Ты не будешь видеть света. Это что, по Новозаветному? И он на слепу мыкался, не знаю куда. Нет, но вы приводите пример конкретный, который был в Новом Завете. Секиры по башке, 850 голов подлетело. А Господь как нам говорит? Эти пророки-то, они погрешили, придут в конце мира, на Стогнах, Иерусалима будут проповедовать. А в Новом Завете, я перехожу на Новозавет, ты сын дьявола. Как Симон? Да, Симон был, может быть, этот Симон Митрофанович. Сын дьяволиады. Ты доколе будешь совращать прямых путей? Это что, по любви было сказано? Это что, Бог сказал? Павел говорит, думай, имей Духа Святого. А ты что, спарить хочешь? Симон Митрофанович, есть в Новом Завете вещи, которые говорит сам Бог. Так, а это Павел. А это Павел. Так вот я и знал, что ты уже добрела очень далеко. У нас Никитина Евгения Дмитриевна с этого начинала. Полностью сняла крест, посток, не надо, ушла. Ты далеко придешь. Ты потеряла веру уже. Симон Митрофанович, не надо. Ты сама не определяй, где. Написано, все Писание Бога Вдохновенное. Не Польгуева, Надежда Ивановна решает. Все Писание Бога Вдохновенное. И этот пункт никто не оспаривает. Ты открой, посмотри толкование. Это Дух Святой он с нами, Павел сказал. А надо еще разобрать, почему с твоим не сходится, как у яговистки. Они начинают под себя подделывать. Он сказал по любви Божией. Так Бог любовь или нет? Все знают любовь. А теперь, когда говорим, что был поток, да какое кровожадное чудовище еврейское. Кому вы поклоняетесь, жидовский Бог, умил бланенцев. Аян Златоуст говорит, тот же самый Бог, который есть любовь. Он потопил этот мир. И в потоплении была любовь его, легкая смерть. Зло прекратилось. Вы чего пересуживаете? Это говорит уже Иоанн Златоуст. Так это еще неизвестно, о Духа Святого ли он сказал. То есть о Духа Святого, о том, что вы скажете. А это уже от поврежденного ума идет. Поэтому, а вот как сделал, да с назиданием, да с любовью. А вот хорошо, человек попал в плен. А ему по-другому никак нельзя, как только умирать. Или принимать мусульманство. А рядом девушка, мусульманка. Ну, вспомните, Жилин и Костылин. Кавказские пленники. И она ночью прибегает, и она ему помогает. Полюбит или нет? Она мусульманка. Она мусульманка. А здесь принародно. И он его подделал, подбит камни и бросил в него. А тот, уклоняясь, почувствовал, мягко ударил. Взял хлеб. А по-другому нельзя. С любовью это или нет? Все поняли, со злобой. Она спасла его. Она хлеб кинула. Мы, говорят, так бросали картошку печеную в пленных. Как бы камнями. Наконец-то коммунисты попались. Они хватали. А смотри, камни берут. Это, наверное, в ответ будут кидать. Романы. Так с любовью или нет? Это нам не дано судить. А начинает говорить, помогает. Да не с любовью. Где вы видели, не с любовью помогают? Не с любовью давят. Нас олигархи. С не любовью, это еще, баясь, на энергию пять раз уже поднял стоимость. А так, при галстике, чистеньке, все. А когда сказали о Достоевском, я бы он зубами изорвал Достоевского. Вот здесь как раз и показано все. Любовь или не любовь. А колопрезидент рядом сидит. Вы маленько проникнете в самую суть. Любовь – это подчинение Христу. Любовь там, где я смиренно склоняюсь. Так сказал. Да, так. Павел сказал. Да, это по любви. Или я сделал это. Это по любви. Обеззаразил народ израильский. Он повернул его к Богу. Это все по любви Божией было. Басня упала Силамская, 18. По любви. Содом сгорел. По любви. Мир потоплен по любви. Это Ветхий Завет. Я тебе в Новом говорю. В Новом Завете вы меня не убедили нисколько. Нисколько. А сейчас я убежу. Там далеко уже эта язва. Нельзя убедить. Я отвечу Павла. Дорогая сестра. Я уже говорю про Павла. Павел, высочайший первоверховный апостол. И ты на него не отвечаешь. А это еще надо узнать, от Бога или не от Бога. Но Христос-то выше, чем Павел. Видишь, я уже понесла. Павел говорит, а я думаю, имею Духа Святого. Почему Христа берешь? Разве на Христе закончилось? Христос говорит, даю Духа Святого. И понесете по всему миру. И мы теперь самого главного апостола будем рубить. А он отстал нам свободу. Он Петра назвал лицемером. От Бога это или нет апостола Петра? Его тоже назвали Сатана. Матойди от меня Сатана. Но я не буду спорить, Игнатих. Да не спорить, вы просто понимаете. В основном любви вы сейчас заворожили сами себя. И понимаете, любовь в узко-сектантском смысле. Это узко-сектантский смысл. Дорогая сестра, ты придаешь большее значение в форме, чем в содержании. Она в форме придает значение. Потому что она слышит ругательные слова. Кто-то на ее шумеет. Большее значение в форме, чем в содержании. Не только тихо, мягонько сказать. Тогда она примет. Любовь Николаевна. Простите, пожалуйста. Написано. Второе Тимофея, 3.16. Все Писание Бога Духновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Я спрошу. Теперь, когда все Писание Бога Духновенное, по словам Писания, он что понимал? Кто? Павел пишет. Кто? Павел. Не я. Павел говорит, все Писание Бога Духновенное. Словом, все Писание. Он что имел в виду? Какие книги? Ну все, что написано от Духа Святого. Обожди. Ветхи или Новый Завет? Да, конечно. В первую очередь Новый. Да его не было еще. Что ты городишь-то? Его не было Нового Завета. Это Павел пишет только еще послание. А ну после его... Ты вообще Писание не знаешь? Ну не знаю. Господь говорит, исследуйте Писание. И 5.39. Он говорит только... Ну Христос на земле еще ни одной буквы Нового Завета не написано. Он имеет в виду только Ветхий Завет. А это в Ветхом Завете. Кто тебя научил так говорить? Святые отцы никогда не разделяли. Это два крыла. Они в одних корочках Библии находятся. Что ты городишь-то? Игнать Тихонович, можно мне сказать? А ты уже сказала. Ты еще за это не рассчитаешься, что сказала? Думаю, а в смысле? Все Писание Богу вдохнуло на что? А все Писание... Я спрашиваю конкретно тогда. Сужай. Ветхий или Новый Завет? Новый. Какое у тебя образование? Нового Завета еще не было. Новый Завет будет, когда будет написано. Это через 30 лет только после этого Иоанн Богозлов напишет Откровение. Его не было вообще Нового Завета. Не даете сказать, поэтому я молчу. Говори. Почему же тогда столько противоречий между Новым и Старым и Ветхом Заветом? Не одного нет противоречий, а они много. Ищущие противоречия находят более 150 тысяч. Я ничего не ищу, они на лицо. Господь сказал, а я говорю вам. Это говорит, что возвышают Заветия, это не противоречия. Если все сказал Дух Святой, какое противоречие? Ты что городишь-то? Потому что Господь сказал в Новом Завете, творю все новое. Да новое это означает то старое, которое он возвышает. Субботу никто не отменял. И все Писание Богодухновено. Почему? Он прямо говорит, это написано, образы для нас, чтобы не были походливы на злое. Это образы. И он их возвышает теперь. Все Ветхозаветные заповеди, это были благодать Божия. А мы получили благодать на благодать. Первая глава Евангелия Теана. Почему тогда сейчас убивали? Сейчас не надо говорить. Я сказал то, что Евангелие. Не надо тут же щамкать. Убивали. Святые отцы истолковали это. Ян Златоуст говорит, благодать первая, это Моисеев закон. Моисеев закон благодать. А благодать на благодать, это жертва Христа, пришел Спаситель. Еще это толковать. А Златоуст от Бога ли он сказал? Ты что городишь-то? Слушаем слово. Новый Завет. Евангелие Теана. Пятая глава, тридцать девятый стих. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Это все раковом стихе. То есть Писанием Христос на земле называет только Ветхий Завет. Ни одной буковки Нового Завета не было. Он говорит, и следуйте. А до чего нам Ветхий Завет, не тот дух? Христос говорит. Христос, ну ты же не выжил Христа. Он говорит, и следуйте. А я его плохо знаю. Он говорит, и следуйте. Ты уже захрясла на этом грехе. А помни, что ты говоришь. Я училась по толкованию, которое вы напечатали. Я его не писал толкование. Еще новая ошибка. Я писал толкование. Которое напечатали. Я напечатал толкование, которое лежит в Боженном Фефилакте. Мое Писание. Христос говорил, и следуйте Писание. О чем он говорил? И следуйте Писание то, что написано от Духа Святого. Новый Ветхий Завет. Христос говорил, но в Новом Завете не было ни одной буквы. Понимаешь, это чисто по-сектански. Прочитай еще раз этот стих. Не было Писания. Ни одного Илья Гриста еще не писал. Христос говорит. Еще Духа Святого не было. Питай. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 39. Все, дальше не надо. 5 глава, 39 стих. Нет, все Писание. То есть, понимаешь, уже начинаешь выворачивать. Прямо сказать, Христос имел в виду только Ветхий Завет. Нового не было. А вот это четкий ответ. Ты уже извертела совесть. Ну, значит, Игнатих, значит, нам можно сейчас убивать друг друга. Ты сейчас не надо. Получается так, если на равных и Ветхие. Я говорю, Ветхий Завет говорит о чем? Мы следуем Писание. Для Ветхого Завета это было как раз. Это был младенец. А из младенческого возраста переходит в милошенский. Ребенку свойственно груди матери пригодят. А взрослому мужу, говорит, это не достойно. И Христос не отменил ни одной заповеди. А я говорю вам этим, а я говорю, я возвышаю ее. Там не клянитесь зря. А я говорю, вообще не клянитесь. Там у вас зуб за зуб, а я вам говорю, а я говорю вам, любите врагов ваших. Да. Правильно. Потому что это все изменилось. Да все изменилось на новую ступеньку, а не перевернулось на вырод. Надя. Оно не изменилось. Как это не изменилось? Не изменилось. Оно изменилось только выше, благоводнее, чище. Вот именно, чище. Оно стало духовным. Два года назад я остановился на улице с Евгением Дмитриевой. Никитиной беседовал. Я говорю, она где бредет, у ней все там и везде, где Христа призывает, а то церковь. Где она? Не полно два года. Полностью все потеряла. Ты на этой стадии стоишь. Ну как скажете. Она полностью все потеряла. Иконы прочь, крест прочь, все абсолютно. Ничего нету. Спасибо Господи, конечно. Не дай Богу. Ты противоречишь. Написано где? Я говорю то, что думаю, Игнатий. Это плохо. Ну да, думать не надо. Мысль осквернена невериям. Как вы говорите так все. Само мнением. Мысль должна быть чистой в Евангелии. А что от Духа Святого? Попробуй, разбери, что от Духа Святого. Надо говорить и думать, как говорит Христос, как говорит Библия, как говорит Новый Завет. Все писали обо Духа. Не так. Вот ты сейчас убедила нас, что не так ты думаешь. А ты вырываешь один псих и строишь свои домыслы на них. Как догму уже для себя. Заня, ты не первый раз. Ты передаешь формы больше значения, чем содержание. Ты еще не поняла. Промолчала, ты отлично. Ну а дальше из Тибетов Хрис. Раскаяния-то не было. Ты даже не понимаешь, что ты сейчас говоришь антиправославное. Вопреки Слову Божию. Тебе читает Любовь Николаевна. Христос говорит, следуйте Писание. Христос на земле еще. Еще не распитый. Что? А все, что от Духа Святого. Это все сектанты. Конкретно скажи, что? Конкретно говорит книга Бытие. Дальше Исход. Левит. Все. Писание Богу вдохновенно. Апостол Павел говорит именно об этом. В то время не было еще Писания. И оно для научения, для наставления. А это нет. Я буду решать. А Духа Святого. Все Писание. Все. И писали святые Божьи человеки. Петр пишет. Будущее Духом Святым. О ком говорит? О Ветхом Завете. А других-то человеков не было. Еще не было написано. Петр пишет письмо. Это не было Писанием. Еще калома не было. Упразднил. Что ты меришь-то? Он возвел на новую ступеньку. Только что согласился. Упразднил. Это значит отказался. Отказался от убийства. Да не правда же это, Надя. Хрисус ни от чего не отказывался. Он говорит. Я пришел. Не нарушить. А из-за помощи. Даже не нарушить. И не то, что отменить. Отменяю, говорит. Прежнее останавливает новое. Почему? Отменяю. Вот я шел сейчас. Подошел к двери где-то. И заходить. Вот было сказано идти до двери. А теперь Павел, что дверь не нужна. А теперь я распахиваю. И вот зал. Тронный зал. Сияет весь. Здесь царь. Так я спросила. Вы не ответили. Значит убивать можно? Я ответил вам. Четко. Сейчас убивать можно? Я сказал, что Священное Писание говорит. Там нигде не написано. Ненавидьте врагов. Но было показано Израилю, как защитить свою родину. А я говорю вам. А теперь спросим. В Ветхом Завете был Новозаветний Дух? Был. Мы знаем, как было при пророке Елисея. Завели пленных. Он просто сделал, как ослепил их. И они шли, маршировали. Он говорит. А теперь открой глаза. Открыл глаза. Так уже не на границе, не у Майдана, а стоят около Иркутска. Как обрадовался царь. Учитель, отец, не побить ли их? Он говорит. А ты их завоевывал. Накорми их, напои раненых на повозке. И отвези обратно на Майдан. Пусть Украина там давится ими. А ты этого не делай. Это в Ветхом Завете такая любовь проявлена была. И мнение Елисея победило. Почему? Дух Ильи вдвойне. Вдвойне что он? Он милосерднее. Но по-другому Илья не мог. В Ветхом Завете крушить надо было. А вновь победи любовью. Любовью. Аминь. Любовь победила. Любовь победила. Давайте на этом и закончим эту дискуссию. Не закончишь? Нет. Это такое понимание в своем. Она побеждает. В своем понимании. А оно покончит с тобой. Ты будь осторожен. И в этом принеси покаяние. И когда спрашивают. Почему прямо не отвечаешь? Потому что явно не сходится с моим мнением. Писание говорит прямо. Если оно вести Писание. Речь о Таветском Завете. Еще его исследовать. Потому что через него вы думаете иметь жизнь вечную. Христос говорит. Через него. А как бы он говорил в Северном Писании. Когда его нету. Было только одно Ветхий Завет. И он что благодатный был? Да. Благодатный. Духом Святым написанный. В свое время он был благодатный. А можно было убивать или нельзя? А какое это было то время. В свое время. Когда питались молоком. А не твердой пищей. Вот тогда по нему надо было жить. Когда люди еще были как дети. Когда еще не понимали. Они высоких этих истин. Поэтому они жили по Ветхому Завету. Но Игнатина же нас так учила. Это не я придумала. Я так любила ходить на занятия. Все буквально впитывала. Вот это я и впитала. Ты впитывала все правильно. Но ты на какой-то на любви вот этой, на любвистов, ты съехала. Остановилась и решила, что это самое наиважнейшее. Да и ты не понимаешь любовь-то. Она важнейшая. Священники подряд всех допускают до причастия. Я почему помню. Как бы ни оттушил, кто... Каноны кто отменял? Женщина сделала аборт. Десять лет. Правила Василия Великого. Что-то умнее его. А эти правила утверждены соборами вселенскими. Это принято они в книге правил. Где они исполняются? Вы найдите мне один хотя бы храм. Где? Да как нельзя? А если я так сделаю, священник? Да там никого в храме не будет. Он думает об утробе своей, а не о канонах. Святую, православную, соборную. Он не правду говорит. Ему соборная церковь не нужна. Ему утроба нужна. И все по любви, по любви, по любви. Это не любовь. Я на душе тело мое, вот это вот, отдам собакам на сидение, чем недостойно прищищаешься на себя тело Христово. Попа отдаст свое тело на сидение? Он у всех вокруг. Все приходят. Все прищищаются. Вот она сидит, живая. Нина. Как ты сестру-то готовила-то? Готовила-то к крещению. Она подошла, прищастилась. Она говорит, ты что сделал? Ты же не крещеная. Ну, батюшка вышел, кто не прищастился? Еще кто не прищастился? И когда я тебе рассказал, я поняла, что он меня зовет. Я подошла и прищастилась. Это сумасшествие. Вот ее родная сестра. Вот и все. Так это любви-то такое название. Любви-то. А митрополит Иона, анонизированный-то, он говорит, цветы отцы не показали пощады, от нас или не будет. А ты играешь в любовь. Это страшно, когда люди играют самыми священными словами. Очень страшно. Вот нападает какой-то там японец. Ну, может быть, он и не японец, но под видом японца. Какой бог, ваш чудовище, он услаждается гибелью младенцев и прочим. Ну, если рассуждать просто, ну, не веришь в священное писание, то он прав. Не верят, если нету. Ну, в самом деле, бог повелевает, входя в страну, убивайте всех. Беременную женщину пополам разрубите. Мужеская младенца, все должны быть уничтожены. Девочки подрастают, а то вам наложницы будут. Да какой это бог? А это прямое повеление было. А почему? А они дошли до предела этих народов и жили себя, и бог их уничтожает. Уничтожает руками Израиля. Народа, которому бог повелел занять эту землю. Вот эта земля, здесь будут жить другие, китайцы и прочее. Нам не устоять, наши квартиры нам не нужны будут. Почему? Народ решил себя. И когда отец Дмитрий Смирнов об этом говорит, а это не кто-то, там, правая рука патриарха Кирилла. И он говорит, а мусульмане, они ближе ко Христу, чем наши православные. Я говорю, так ты не договариваешь, поп. Такими ты бесчувственными, жестокими сделал их. Главное, мусульманин бабка стоит, я поднимаю руку. Он меня довезет и денег не берет в храм. А почему? Да ты же мне мать, да ты и в храм едешь молиться. Я не могу себе деньги взять. А если русский, обязательно зерет. Это моя работа. И это священник говорит в храме. Ко мне подошла одна сестра и говорит, батюшка, можешь задать вопрос? Да такой, зададут вопрос, не знаю, что. Да ладно, я говорю, давай. И она вот такое выдала ему. Да ты бы бабушку провез, да ЖКХ заплатил за нее, да с сумками наверх поднялся ты. Ты русский человек, это русская мать. Мы дорогу ехали, где встречались с мусульманами, нас ни один не обидел. Ни один. Они впереди нас едут, показывают дорогу, приглашают к себе. Мы узнали, что мы отсюда, они в магазине, готовы магазин отдать нам. Толкают все, что у них есть нам. И мы показали на весь мир, какие они добрые. Но они Христа не знают. И поэтому я пришел с ним с великой благой вести о Христе. Они Аллаха знают. Магомед, это как Моисей, прорывается мечом. Но то время кончилось. У Бога определенная хронология времен. И переходить за чертой нельзя. И везде. А можно ли убивать у тебя? А можно ли убивать? Нельзя убивать. Я говорю вам. Там эта заповедь была. Он ее возвысил до другого. Убивай врагов. Но прямой заповеди не было на это. Не было. Говорят, написано ненавидь врага. А ну, найдите заповедь. Ее нет нигде. Иисус, говорит, поселился в Назарете. Назареев наречется, как предсказали пророки. Ну, Евангелие от Матвея. 1 глава 23 стих. Ну, а теперь вы найдите, где не пророки, а хотя бы один пророк предсказал, что он будет Назареем. Нигде нету ни одного. А Матвей, говорит, пророки. А Иоанн Затаус, говорит, он знал это. И говорит, а ты не исследуй. Вот и весь ответ. Нет этих книг. Когда писал Матвей, они были. Евреи их уничтожили. Они уничтожали многое вместе с теми, кто писал. Откуда известно? Еремея 3, 6 глава. Ограниченное знание дают право молчать. Ограниченное мелкое знание дают право плакать, что ты за это время не достоился узнать все. Вот какое надо право иметь. В любовь играть не надо. Это страшная игра. Вот мы сейчас едем. У нас опасная обстановка. Мы готовимся умереть. Мы должны быть готовы. А если возьмут, а если что-то. Выпросить время, хотя бы одну минуту, помолиться за врагов. Больше мне не дано. Все. Поэтому я сегодня со всеми просился, потому что послезавтра мы трогаемся в путь. Нам какую козу-то подложили. Все зависло. В Великобританию посольство отданное. Паспорта не вернули. Там завал с паспортами. И они не вернули. Мы едем, у нас паспортов вообще нет. Теперь только перехватить в Москве. Там, говорит, нынче такой на вплыв в Англию, что они не успевают проворачивать. И мы попали под эту лавину. А нам-то ждать нельзя. У нас шенген-то с пятого открытый. Ну, если бы просто так отпуск. Я бы мог отпуск тут продлить. Или как люди-то кричат, все у нас отпуск назначат. А им сами они, англичане, сдвигают эту дату. Ну, не можем обработать. Он не может сказать, что если выписывать сегодняшнее число, а выписать его раннейшим, он может после этого так отдать. Сегодня мы разрешаем приехать тридцатого. А тридцатого не может выписывать и сказать, разрешаю двадцать пятого. Любовь к Богу, это согласие с Богом. Это на первом месте. Целую бьющую меня десницу. И все время повторять, я не понимаю, что это и для чего. Вот у нас такое случилось. Что за этим? Я каждый день Богу вопию, Господи. А что за этим? Я благодарю Бога, что так все сделалось. У нас все подготовлено. Все благословено. И вдруг, в самом последнем моменте, на самом последнем шаге, и вдруг, и не от нас это зависит. Меня интересует только, что за этим есть и как к этому подготовиться. Или это встречи должны быть в посольстве Великобритании. Или на пути к этому какие-то должны быть. Но это обязательно у меня, как я понимаю, это с людьми связано. То есть куда-то Бог нас подворачивает, я еще не могу понять. Вот в прошлом году мы вылетели из Шенгена, знать не знали. А куда Бог повернул нас на мусульманские республики. А если бы нас там не схлопнули, ну, по нашему незнанию-то, из Шенгена не вышли бы, мы бы никогда не были в Чечне, не были в Дагестане, не были в Азербайджане. А там такое сейчас идет, уже не попадешь, как на Украине. А мы в Украину в прошлом году вдоль и поперек исколесили. И весь Крым, Симферополь, все это наше. И Сентуки сейчас пишут, а все наше. Наш материал. Мы теперь вчера звонят. Я только вчера сказал, что завтра в библиотеку иду. Я говорю, вот и считай теперь. Книги все там есть, в каждой библиотеке. Мы неслись, как на крыльях ветра. Даже попали на Форос, где Горбачев отсижился, когда было ГКЧП. Я по поводу вашего, по поводу ваших задержки, паспорта. Когда я уезжала, вот я ездила, когда на свою малую, на свою родину, то получилось так, что мне нужно было утром в 10.45 утра уезжать в Барнаул. Ну мы все, приехали билеты покупать. Они говорят, мы стоим, меня на машине привезли, это там нужно было из села, привезли. Мы стоим, покупаем билеты, она забивает, все, сейчас подготовлю, компьютер принял. А потом села, сидит, остолбенела на меня, говорит, женщина, я ничего не пойму, компьютер выдал. Билет уже я оформила, только напечатать. А он мне выдает дата неправильной установки, что сегодня нету на 10.45. А я говорю, а на сколько, она говорит, на 8.45. Ну у меня бы, говорит, не забилось, не принялось, а это принялось. И мне пришлось ехать, такое огорчение, только на 8 часов вечера Москвы, это в 10.30, полдве, полодиннадцатого. Это целый день дома я просидела у моей подруги, но все равно. Говорит, ну вот ты вообще, мне там прозвонит, ты как-то, ты почему так все, мы все в шоке, все были в шоке. Я вернулась, ну так это успокоилась, помолилась, я думаю, я же молилась, я просила, что все, что будет, все по воле твоей. И, слушайте дальше, привозят меня вечером, билеты купила на вечерний, привозят, сажусь. Время, пока сели, еще час стояли, полдвенадцатого. Захожу в купе, ну не в купе, а в этот плацкарт. Женщина сидит, книгу читает. Одна, и я. И раздеваемся, все, все, все. А время-то уже, я говорю, вы что так долго, она говорит, не спится мне что-то. Едет с Белоруссии, Минск, Новосибирск, поезд. И потом что-то, я пока раздеваюсь, слово за слово. Она, есть будете, я говорю, да что вы, время на ночь, нет, не буду. И давай что-то разговаривать, разговаривать. Она мне там вопросы, 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 и все по Слову Божию, все по Слову Божию. Она, и в церковь хожу, и все такое. И такие у нее вопросы, я отвечаю, я говорю, это так написано. Говорит, откуда вы знаете? Я говорю, написано. И говорю, говорю, потом смотрю, поворачиваюсь, мужчина сидит какой-то лет, наверное, 35 или 40, вот так примерно. И говорит, женщина, теперь мне отвечайте. На меня, теперь мне отвечайте. А это, ну, а я говорю, все, больше нет вопросов. Она говорит, да отвечай, это Миша говорит, мы уже с ним, говорит, едем двое суток. И давай мне задавать, а потом я ему все тоже отвечаю. А он говорит, вообще, свет выключили, мы в темноте сидим. А он мне говорит, вы знаете, вы даже не представляете. Я говорю, а что? Ведь я, я, последний билет мне продали, последний мне билет продали. И я думал, что я не уеду, и, главное, в этот купе, и в этот поезд, и я получил ответ на то, что мне нужно было знать. Это он говорит? Он мне говорит в темноте в ночной. Весь свет выключай, а время уже пятый час утра. Мы до утра проговорили-то. А та женщина, а вы-то не знаете. Мне же тоже все отменили, мне пришлось там еще куда-то тоже. И я-то ведь все получила, представляете? И они ночью мне вот такое вот, в таком откровении говорят, и я, говорит, это услышала. А я думаю, ну надо же, как Господь-то сделал, что я для них нужна была. Вот для них, вот для этого, для этого. Вообще, вот было чудо-то. Поэтому я вот верю, что с вами что-то такое произойдет, как со мной. Я хотел сказать, мы как-то поехали. Некоторые мне рассказывали, в родину, кажется. Ну и идем, разбились по парам. Идем по одной стороне улицы, по другой. А со мной как бы в паре шла Глушкова, не Анила. Она такая грузная, ей трудно идти. Но она старательная такая идет. А другие по другим улицам. Ну и говорим, в три часа у нас договорились уже администрация, встреча в Доме культуры будет. Ну и когда мы уже все закончили обход, уже без 23, нас надо везти туда. Я говорю, как, у-у-у, говорит, сколько людей. Сегодня я не знаю, дом-то культуры вместит или не вместит. Все. Мы ждали, мы хотели, мы то другое. Я говорю, у нас необычный день такой. Люди прямо, прям жаждущие такие-то. Мы пришли. Дом закрытый. Договорились от ни одного человека. Никогда такого не было. Первый раз. И вообще никого нету. Светит солнышко, только экипаж милицейский стоит рядом. Оказывается, в это время по местному радио-люка, говорит, выступил поп. Патриарш. Он сказал, тут иеговесты приехали, кто будет ходить, прищищать не буду там и прочее-то. И никто не пошел, потому что все это причастники. Он на причастие держит их, как на поводке. Я не дам причастие, ты сдохнешь под забором. Он не так говорит, но смысл понятен где-то. И вот никого нету. Только одна женщина пришла, так может быть лет под 35. Мы стали говорить с ней, а вы-то как пришли? Я слышала, батюшка сказал не ходить. Он сказал, сектант, а я люблю сектантские песни слушать. И она пришла, баптистские песни слушает. Так какие мы певцы-то? Мы ничего и не пропели. Но у ней вопросы были замечательные. Ну, побыли. Ну, побыли-то мы недолго. А обычно пока мы выступим, пока вопросы-ответы. А потом только домой едем. Мы тогда так, в воскресенье выезжали, и в воскресенье приезжали. И вот едем назад. И не Анила, она из себя прямо в волнении. Говорит, ну как же так? Столько ехали, людей столько, ни одного нет. Да никогда же так не было. Она ездила с нами. Я говорю, ну что-то Бог усматривает. Какие-то другие встречи. Может дома пожар, мы же не знаем. Она маленько поройдет. Ну как же так-то? Ведь вот все же обещали мне. Да так много было. Ей обещали. Ни один не пришел. Я говорю, я не знаю тоже. Ну успокоимся давай. Мы помолились, давай сейчас помолились. И вот дальше, дальше показано. Вот мы доезжаем до 72-го километра. Это Мамонтово-Барнаул. Где нам поворачивать? В это время прямо на повороте стоит автобус. Автобус стоит, а шопер колесо меняет. А весь автобус пассажирский. Там люди вышли, они здесь стоят. Там молодые, обнимаются, кто что. И, говорит, завернул и нам ехать. Я говорю, подожди, тормозни. Тут что-то неладно. А у нас с тобой-то литература, евангелие, визитки на форум, на сайт. Я говорю, власть из кабины, пошли все. Нас люди ждут. И мы стали с ними говорить, они как будто нас здесь ждали. Вот если бы мы там с людьми были, они бы уехали. Если бы чуть-чуть мы раньше поехали, у него колесо бы здесь не лопнуло. Они вовремя и ждут. Мы только-только закончили, а шопер говорит, все, пассажиры, садитесь. Все, сцена закончена. Пожалуйста, колесо поставлено. У Бога все вымерено здесь. И надо согласиться. Конечно, за этим стоит очень много. Мы столько потратили, открывали. Но Бог смотрит дальше. Как это будет? Не знаю. Я уже обезопасил себя в Москве, послал в посольство. Здесь как заблокировать? Потому что самое опасное. Мы выезжаем туда, документы пойдут сюда. Если документы, а паспорта наши взятые для визы там есть, я их там застану в Москве, то вопрос решенный. А если не так? Вот тут. Я теперь в Москве оставляю человека, на которого три доверенности, и он должен получить. И спецкурьер. Новосибирский. 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 Но я все время смотрю, что за этим есть. Сейчас я не могу сказать. Вот слышали? У нас за этим что-то есть. А Господь скрывает. Скрывает. Я с нам не верю. Вот сегодня был сон, я встал и Витя говорю, Витя, сон такой, как наяву. Группа людей, и я им свидетельствую, и они все как монашеского вида, и вижу, что у них книжки какие-то такие, потрепаны. Я взял переплетенные неправильные. Я говорю, а почему у вас такие? Так вот, мужчина молодой переплетает, парень говорит. Я говорю, а я профессиональный переклетчик-реставратор. Я вас научу. Да вы что? Я думаю, вот мне поприще открыто. Это во сне? Все рассуждаю. Значит, где-то я должен связан быть с книгами. Это я уже понял. Что-то вы переплетать будете. Поэтому мы грузимся по полной завязке. Мы сейчас туда отослали. 3800 килограмм уже литературы. Ставка наша в Калужской области. Уже ждут. И главное, график какой? В 5-го числа, это 6-го. 7-го должен быть в Апинах. А 8-го я должен быть во Франции. Уже подготавливается встреча. 10-го должен быть в Англии. По числам все расписано. И теперь весь график летит. Если нам не открывают. Но мы сидеть не будем. Мы сразу уходим на север. А возвратимся до остатки Шенгенской зоны. Можем захватить. Грецию отбросим. И напрямую ломанемся через Польшу, Германию и во Францию. Если откроют. Ну что Бог хочет сказать? А Бог не обязан нам доказывать. Он нам дал. Вот она говорит, как Писание. Я Писание когда не знал, но открыл. Вот такие мысли у меня никогда не были. У меня сразу Бог дал смирение. Так сказали святые отцы. И на этом все. А как лету убивать можно? Такой вопрос у меня даже не возникал. Не положено нынче. Поэтому у нас в армии служат только на альтернативной основе. Никто присягу не дает. Мы это четко знаем. На Ветхий Завет. Ветхий Завет подвел именно к этой черте. А тогда нужно убивать. Бога не оспаривайте. Бог говорит это. И значит это так и надо было. Один и тот же Бог Егова. И все на этом. Нужно научиться смиренно склоняться. И Ветхий Завет с Новым. Святые отцы никогда не разделяли. Никогда. Во всех канонах. Везде. Какие книги читать Ветхого и Нового Завета? И они прямо перечисляются. Начиная с Ветхого до Нового. Ладий Киевский собор. Это уже 384 года. Сколько прошло. До последнего. Апостольское правило. Все. Одновременно. И никакой перегородки между Ветхим и Новым Заветом не делают. Он сам по себе объясняет. Ветхий Завет был детоводителем. Закон ко Христу. Детоводитель. Нянька. И он меня довел. Я уже совершенно. И теперь поступаю как совершеннолетний. Вот он за Таус говорит. Взговорил, что 30-летний мужчина как припадет к груди матери. Нормально? Да нет. Им одни изменилось, а он не изменился. Возраст. И мать осталась та же, и он тот же. Тогда было на своем этом месте. А сегодня нет. Надо со смирением это принимать. Самое малое отклонение грозит великим повреждениям. Я на днях смотрел. Первая атомная лодка пошла. Документально все. Ну, сегодня это спроецировали как. И вот. Доложили, что она готова. Но показывает. Который там над ними. Мишна стоит. И говорит, в одном месте клапан протекает. Капли. Кап. Проходит маленькое время. Еще кап. Я пришел, командиром капитан первого ранга. Это полковник. Я говорю, там капает. Он говорит, как капает. Покажи. Он показал. Говорит, ну капля капает. Он вторая. Скажи. Этот поход уже занаряжен. Мы боремся сейчас на первой атомной лодке с Америкой. Теперь надо докладывать главному маршалу. Адмиралу флота. Адмирал должен ЦК партии доложить. Брежневу. Это из одной капли. Ты сам подумай, что это будет. А кто это поверит-то. Ну ладно, вышли. На второй день они же под водой идут. Уже стало, наконец, ручьем потекло. А которые смотрят за этим. Им надо это выносить. А они его тазики, да. Вниз тазики вниз. Там наполняется. Лодка уже наконяется. Наполняет полный бак. Сжимает все. И рвет реактор. Теперь второй, третий, седьмой. 25 человек сразу убило. А одни заблокированы на хвосте. Там 10 или 15 человек. 35 дней там были. Ели там что только можно было найти. Там гостосподи и одежу. И все капля. Обыкновенная капля. А в инструкции написано нет. Поэтому ты допустила в одно место, в другом. Ну не ответила, слухавила. Дальше будет ручьем течь это. Оно уже течет. А дальше взрыв. И мне это ничего не нужно. Евгения Дмитриевна. А это никакая не церковь, как Галя. Православие уже не церковь. А начиналось с чего? Спротивление мужу. А вы у него спросите, как я слушаюсь. Спросите мой муж. Про тебя, Надь. Ну так про... Не про тебя речь идет. Игнати Иханович, вы уже спрашивали так. Мне интересно, слушается она мужа или нет. Не слушается. А вы задайте ему этот вопрос. Кому? К моему мужу. К мужу вообще. Почему мы все на тебя... Да я говорю о выговоре за счет этого. Потому что это идет на меня. Я говорю о том, что в священном писали. По любви к тебе. По любви к тебе. Я говорю, что там с чего начиналось, а вы привет к тебе. Надя, успокойся. Но ты вот это возьми на дуку. Вот твоя любовь. По одно слово уже разжигаешься. Я сделал пример, как потеряли веру. На чем они начали. Пока. И наконец потеряли полностью. Я сказал, вам это грозит. Я поняла. А поняла, тогда не говорите, не надо, надо плакать. Поняла ваш намек. Плакать на руке. Это можно сказать и про любого человека. Любовь этого не делает. Она может чего не противоречить. Почему она не противоречит? Почему вам считает это? Любовь. Это не любой. Ни один так не говорит. Никто не поддерживает. А я, значит, сказала что-то плохое. Очень плохое. Что я плохое сказала? Давайте не будем разбираться. Мы уже поняла, что выше любви ничего нет. Вот что я сказала. Бог, любовь пришел и все переменил в нашей жизни. В нашей жизни сейчас на первом... Вот сейчас на Майдане он убивает там в Донецке. Это по любви Божьей или нет? Ну при чем здесь это? Как при чем? Они не признают любви, не признают Христа. Да как раз верующие. Верующие погибают. Хотя они верующие. Там всякие есть. Верующие, которые причащают там. В Белом доме засели, а Греб Еходин причащает их. Всех подряд. Неверующие. Там в окопах, Надя, в линдажах иконы. И волятся солдаты. Как ни о чем не говорить. Иконы? Там в линдажах иконы. Да, иконы. Представьте, вы показывали. Я видел своими глазами. Я же не говорю, что надо слушаться икон. И поступать как икон. Я не говорю про иконы. Я говорю, что... Остановись. Я говорю, хорошо, я буду молчать. Все, что хотела сказать, я сказала. Больше не буду ничего говорить. Просто не надо... Вот это, Надя. Понимаешь, ты уже абсолютно во всем заблокирована с тупым, с тектантским... Да, сейчас вы меня начнете пугать, что я погибну обязательно. Не надо. Ты дальше, понимаешь, вот эти слова уже дерзкие идут. Вот и тебе любовь. Это разговариваешь со старшими, с братьями и дерзишь. Вот ты сейчас любовь... Уже дальше уже я погибну, то другое еще осталось только заругаться. Ну, вот тебе и послушание. Дерзость это тоже... За этим кроется другая. Это первый шибер мы переподняли. Я еще раз говорю, Тайка первую задвижку открыла. А там еще несколько. И уже ладно так, что слова говоришь, которые не были сказаны. Уже дерзить начинаешь. Ерничать. Этого не надо делать. Ты смиренно сказала, да, меня предупредили. Может, действительно так. Я еще посоветую с братьями. Ничего этого нет. Я твердо стою и буду на своем стоять. Твердо стою, да. Ты уже в этом прокисла. Это не сегодня началось. Тебе уже было об этом замечание. Было замечание с налужением табу. Оказывается, ничего не изменилось. Надо смиренно принять это. В Украине точно так же думаем. Последний стих читаем. Он к назиданию. И как раз, как к месту, к завершению нашего занятия. Никто не ищи своего, но каждой пользы другого. Толкование. Не то только имей в виду с чистой ли совестью ты и ешь, но и то, назидает ли брата поступок твой. Во многих местах своих посланий поставляет это делом самым необходимым. Не вообще возбраняет искать своей пользы, но тогда, когда это вредно для брата. Ибо в таком случае пользу его мы должны ставить выше своей и ее избрать. Что интересно, говорящая о любви полностью отрицает епитимию. Полностью. Это жестоко. Ну, написано, если пост нарушаешь, на два года отлучаешься от церкви. Два года соглашения. Просто ты пост нарушаешь в пятницу, лопаешь, что тебе вздумается. Два года нужно за дверями стоять. А священник сегодня тебе накрыл? Ну, ладно, что ты сделаешь, там у тебя гастрит перитонит. И как капост начинается, к батюшкам в ручьевом бабке. Я не могу, батюшка. Ну, ладно, курочку можно там. Ты свинину только не ешь. Она вредная. У нас ни одна не подходит к батюшке. Ни одна. Те же самые люди. Почему? Батюшка сказал. У меня прав нету. Ну, нету. Понимаете, вы понимаете. Мне не нужно сегодня губернатору Карлину, Александру Богдановичу, и сказать, запиши меня в отряд космонавтов. Он говорит, так у меня прав таких нету. Дай мне генеральское звание. У меня прав таких нету. И поэтому у священника прав-то нету. Он может только по канонам поступать. А каноны выверлили, каноны это вехи на пути в Царство Небесное. Так объяснено. А ты их знаешь, кого люди придумали, это все сектанты так говорят. Я говорю, а ты хоть какие-то считал? Нет. Так, у меня тут знакомая где-то есть. А где Валя Барышникова? Вот она сидит. Ее отец, Алексей. Как его Алексей-то был? Александр. А? Александр Ильич. Александр Ильич. Мы с ним хорошо знакомые были. Ушел в пятидесятнике. Православный, православный был с матерью. Ушли в пятидесятнике. Я не знаю, харизмат они свалились дальше или нет. Но, оказавшись сектантом, сняв в Христы посты, они остались теми же людьми, с теми же недостатками. И вот он ко мне приходит, и мы с ним беседуем. Он говорит, меня интересует, а как вот вы поступили? Вот у нас пресс-фитер, ну, знали, он седьмой заповедь нарушает. То есть с чужой бабой спутался и живет с ней. Я говорю, ну, это канун есть. Ну, говорит, мы его узнали, она созналась. Ну, и, а он плачет, прям слезами плачет на всю Америку. И просится обратно на кафедру. Я говорю, писание говорит так. Двенадцать лет отлучения. Жена ты была? Да, жена ты. Жена хорошая, член нашей общины, там, это. Ну, двенадцать лет. А сила может меньше, минимальный срок это восемь, кажется. Так это что, такое есть. Я говорю, так вы же отвергли это. А теперь спрашиваете. То есть, они отвергнули, теперь ищут эти каноны, эти правила. Ну, мы ему сказали, ты пока бы не проповедовал, он опять к ним. И тогда мы ему решили, а сколько прошло? За три месяца. Он три месяца не проповедовал. Я говорю, вот видите как. Проходит какое-то время, он ко мне опять. Так что же, этот брат-то наш опять обнаружен в этом грехе. И опять плачет, и опять просит на кафедру. Что нам теперь делать? За хвост и в яму. За хвост и в яму. Писание об этом говорит. Вот они подали на крещение. Три года подготовки. А во время этого срока подготовительного-то, он согрешил. Согрешил по этой заповеди. Ну, я тебе чего буду говорить-то? Он не скрывает этого. Плеханова, видите. Мы его еще на три года. У него, получается, уже шесть лет. И он не уходит. Он ходит к нам. Он работник отличный. Нам терять его прямо нельзя никак. Он опять то же самое. За 50 рублей по вагонам ищет. По вокзалам. Все, теперь разговоров нет. Видите, а он начал строиться по теряльке. Ломай эту всю канитель и уезжай. И все на это. Он уехал. Дальше что? Дальше его судят уже суд за изнасилование. А та сказала, я прощусь, я дашь квартиру. А в квартире мать живет Татьяна. А Татьяна еще наша община была. Вот канитель-то какая. А почему? Каноны, правила. А это все делалось бы у нас в общине, а его нету. Нету почему? Он по канонам. Он был оглашенный, он не член общины. А теперь вообще его нету. Он никуда не ушел полностью. Противление Духу Божию по канонам, оно безбедно, безбедно, не проходит даром. Оно обязательно где-то аукнется. Ты столкнешься с этой ситуацией. Ты тогда будешь в канону смотреть. Воткнешься туда. А они написаны по любви. Они написаны по любви. Священник может разрешить, священник, только во время поста растительное масло или вино. Он не имеет права. У него нет никаких прав. Все. Толковать нужно только так, как святые отцы истолковали. Давай. Все? Все. Все. Какой результат, конечно? Вещи счастья часто или не часто? Четыре раза в году. Об этом говорили. Мнения у людей разные. И чаще у людей режут. Но если практика. Практика показывает, что вредно и то, и другое. Нужно избрать золотую середину, как советуют с инфляцией. Я-то остановилась на том, что каждый пост. Пост Петров, пост приготовился. А не так, что каждый день я буду прищищаться. Люди становятся бесноватыми и малышенными. Они достойно прищищаются. И которые не прищищаются. Они совершенно мирские, ничем не интересуются. У нас есть такие, которые один или два, которые не прищищаются. Они за дверями стоят. Но они никуда не уходят. Они просто помогают. Так, у нас есть несколько форм молитвы. Одна полная, это 7 минут с поклонами. Другая с прочтением от молитвы, которая у нас есть. Третья, короткими словами мы выражаем благодарность Богу. Ради гостей, я не знаю, какой избрать вариант? Средний. Третий. Средний или короткий? Средний. Третий. А, третий ради гостей. Что скажете? От большого. У нас в лагере, интересно, дети. В субботу в храм идите, и дети спрашивают, а батюшка будет или нет. Если батюшки нет, служба в 3-4 раза короче. Дадюшка говорит, еще искупаться. А когда батюшка, до того я мне охота, ну люди, это из мира набранные. Некоторые до того ленивые. Я лучше дрова пилить буду в это время. Даже работать согласно, только в храм не идти. Золотую середину. Боже, милости будни грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи. Прости меня, грешный, помилуй. Отец Небесный. Прими нашу молитву во имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, Который умер за грехи наши по Писанию и воскрес для нашего оправдания. Слава тебе за эту святую возможность открывать святую Библию, поучать все у ног твоих. Слушай изречение Духа Святого. Хвала тебе. Научи нас смиренно склоняться перед твоим величием. Довериться опыту церкви. И не толковать самим на погибель себе. Благослови это место и нашу поездку. Возврати нам наши паспорта, если угодно тебе. И даруй доброе жилье Сергею и Гавриилу. Мы об этом постоянно просим тебя, Владыка. Отклить здесь на просьбы немощных твоих. За все твои милости и щедроты, за долготерпение тебе хвала. Устрои наше благовестие, как тебе угодно. Не нам, не нам, но имени твоему да будет слава. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Продолжение следует...